Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на пробуждение. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. 1 плюс 1. 2011 года. Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы. Молодого жителя предместья Дриса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп приклон к инвалидному креслу, Дрису удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений. А в душе я танцую. 2004 года. Майклу 24 года, и почти всю свою жизнь он провел в доме для инвалидов, куда попал с церебральным параличом. Он знакомится с новым пациентом клиники, Рори Оши, которого приковала к инвалидной коляске мышечная атрофия. Как и Майкл, он практически не может передвигаться, но это не мешает Рори по-своему наслаждаться жизнью. Его смелость и безразличие к ударам судьбы становятся отличным примером для Майкла. Планета Капекс 2001 года. В Манхэттенский психиатрический институт привозят странного человека в черных очках. Он зовет себя Протом и утверждает, что его родина – далекая планета Капекс, откуда он мгновенно перенесся на Землю в лучи света. Несмотря на все усилия, опытному доктору Пауэлу не удается разгадать загадку таинственного пациента, который охотно и весьма убедительно доказывает всем свое внеземное происхождение и заранее назначает дату своего возвращения на Капекс. Вскоре Марка Пауэлла, так и не сумевшего приоткрыть тайну личности своего самого удивительного подопечного, начинает тревожить невероятная, но навязчивая мысль – может быть, Прот вовсе не сумасшедший, и в его словах есть доля правды. Я – Сэм 2001 года. Сэм Доусон – 40-летний мужчина с уровнем интеллекта 7-летнего ребенка. Он работает посудомойщиком, что, в общем-то, не требует от него больших умственных способностей. Но ему трудно было бы выжить с такими данными, если бы не дочь – плод случайной связи. Люси выросла вполне нормальным человеком и могла бы заботиться о своем отце, но местная социальная служба забрала ее у отца еще в глубоком детстве, и вот теперь сам хочет вернуть свою дочь. Для ведения этого дела он нанимает адвоката Риту Харрисон, во мере работы над этим делом Рита сама получает несколько уроков о том, что значит быть родителем. Человек-дождя 1988 года У Чарли, грубоватого эгоистичного молодого повесы, в наследство от отца остались лишь розовые кусты, до Бьюик 49-го года. Внезапным сюрпризом для него стало открытие того, что львиная доля наследства оставлена отцом его больному аутизмом брату Раймонду. Задавшись целью отобрать свою справедливую долю семейного достояния, Чарли похищает старшего брата и держит его заложником. Но то, что было задумано им из эгоизма, перерастает в волшебную одиссею дружбы и самоосмысления, которое разводит границы обособленного мира Раймонда, а Чарли позволяет вырваться из оков своей некогда бесчувственной души. Пролетая над гнездом кукушки 1975 года Сымитировав помешательство в надежде избежать тюремного заключения, Рэндалл Патрик МакМерфи попадает в психиатрическую клинику, где почти безраздельным хозяином является жестокосердечная сестра Нилдред Ретчат. МакМерфи поражается тому, что прочие пациенты смирились с существующим положением вещей, а некоторые даже сознательно пришли в лечебницу, прячась от пугающего внешнего мира. И решается на бунт, в одиночку. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok